Здравствуйте, товарищ Рыбалу! Вот, наконец-то, пришла ещё одна моя посылочка, правда, в этот раз небольшая. И я предлагаю вместе со мной распаковать и посмотреть, что же там мне приехало. Посылку я ещё не вскрывал. Как видите, заказывал почтой России. Доехал до Волгоградской области за три дня. Очень быстро. И, как всегда, в целости и сохранности. Так, и давайте смотреть, что уже мне пришло. Уплотнитель в виде листочка. Так, и что же у нас лежит сверху? А это у нас термоноски. С помощью которых ноги будут оставаться в тепле. Они прекрасно подходят, как второй слой. То есть, я брал на размер, а то и два, больше. То есть, буду использовать как дополнительный утеплитель. Сапоги. Особенно как раз весной. Или уже поздней осенью. Отлично. Они подойдут. Стоят они, в принципе, смешных денег для термоносков. Товарищ такими уже пользуется достаточно давно. И не может нарадоваться. Прекрасно отводят влагу. И со своей поверхностью её испаряют. Нога остаётся сухой. Прекрасные носки. И самое главное, что они дорогие. Так, чек. Но это, думаю, будет никому не интересно. Такая вот небольшая приманка от фирмы Цуребита. Называется она Pike Hunter. В 60-м размере. Тонущая версия. Такой вот небольшой составничок. Прекрасно работает по щуке. Также не исключены поклёвки и окуня. Очень интересная игра. Может, в принципе, анимировать. И приманка остаётся фактически на месте. На лёгких рывочках. И очень хорошо выманивает хищника. Даже пассивного из засады. Такая вот миниатюрная блёсенка от компании Acara. Блесна называется Light Spin B. В данном случае второй номер. Весит она 5,5 грамм. Прекрасно изготовлена. Давайте посмотрим на неё поближе. Она оснащена одинарным крючком. Как видите, очень всё хорошо. Качественно и точно изготовлена. Прекрасно летит для своего миниатюрного размера. И прекрасно рыбит. Ловит фактически всю хищную рыбу. Которая есть в водоёме. Несмотря даже на столь маленький размер, так же можно поймать щуку. Не говоря уже о окуне и того подобного. Это небезызвестная нейратлин от компании Strike Pro. Называется Flapjack. В размере 40 мм. Ой, ну да. В размере 40 мм. Приманка тонущая. А вот сколько он висит, я не помню. Висит он 6 грамм. Прекрасно подходит для ловли окуня. У кого нет, советую данный нейратлин приобрести. Стоит недорого, но ловит больше, чем на свою стоимость. Ещё одна интересная приманка от компании Acara. Такие вот виброхвосты. Приманка называется Seddacer. Или Sedusser. Не знаю. С английским я не очень. То есть, отлично ловит щуку. Также, в принципе, применимый по судаку. Отличная резина. В упаковочке 3 штуки. В данном размере. Размер 10 см. Отличный флюрокарбон от компании Casodaco. Настоящий флюор. По, в принципе, очень гуманной цене. Планирую использовать для отводного поводка. Размотка 50 м. Стоит очень недорого. Диаметр 0,23 мм. Разрывная нагрузка почти 4 кг. Если быть точным, то 3,68 мм. И вот такой вот, можно сказать, монстр. Приманка из воблеров. И это не самая крупная модель. Это небезызвестный Таггер Куб. В 170 размере. От именитого производителя, такого как Fishy Cat. Приманка рассчитана на ловлю трофейной рыбы. В частности, щуки. Для которой, в принципе, эта приманка приобреталась. Приманка просто монстр. Среди воблеров. Есть также и более крупная модель. Двухсотые. Весь данная приманка 59 грамм. И под такую приманку, соответственно, нужна соответствующая снасть. Которая способна данную приманку забросить. И, соответственно, с помощью которой ее можно анимировать. Приманка однозначно рабочая. И прекрасно ловит щупы. И не стоит бояться таких размеров приманки. Поскольку, как показывает практика и, в принципе, мой опыт, что даже на такие вот монструозные воблеры попадается сравнительно мелкая рыба. Чуть ли не размером с саму приманку. Так что, кто увлекается ловлей трофейной рыбы, советую обратить внимание. Приманка интересная. Вот еще интересный воблерок. Я думаю, все его узнали. Это Lucky Craft Pointer. В сотом размере. СПшка. Весит 18 грамм. В таком вот интересном цвете с имитацией киши. Ну, я думаю, о нем говорить что-либо бесполезно. Потому что приманка уже на рынке достаточно давно. Успела себя зарекомендовать. В принципе, имеет место быть то, что находится во всех мировых топах по половле разнообразной рыбы. И вот я как раз себе приобрел замену трачного. Такой вот миниатюрный воблерок. Точнее, ратлин от компании Matoma. Ратлин называется Vispo. Размер у вас 40 миллиметров. Как хорошо за покором. То есть, прекрасно будет работать как по окуню в среднем размере, так и по головлю и езил. Иногда бывают такие моменты, когда Галауль отказывается брать классические вроде бы для него приманки, такие как кренки. И на выручку приходят как раз-таки на большие ратлины. И вот ратлин он бывает охотно кушает. Еще один прекрасный ратлин от компании Mikado. Называется он Sparkle. В 70-м размере. Естественно, как и все ратлины он тонущий. Весит 15 грамм. Очень высокочастотная игра. Достаточно звонкая погремушка. Прекрасно ловит щуку. И также, даже несмотря на свой крупный размер, соблазняет достаточно немелкого окна. Тоже приманка, которая, думаю, должна быть у каждого. И вот еще одна приманка из-за куневой темы от компании Freeway. Данная приманка называется Union Dink 60F. Весит он 3,8 грамма. Достаточно легкий. Но с приличным заглублением. Если не путаю, до 2 метров. Но убрать не буду. До полутора метров. Такая вот миниатюрная минушка. Прекрасно работает по окуню. Но также не исключена и поклевка щуки. Но также не смог удержаться. И заказал термокружку от компании Arctica. В таком вот исполнении. Просто серебристый у меня есть. Вот еще такая вот замечательная кружка. Объемом 400 миллилитров. Прекрасно изготовлена. Внутри полированный алюминий или жесть. Не знаю, что. Жесть, скорее всего. Выкрашенная в зеленый цвет. В принципе, прекрасно подходит для того, чтобы употреблять горячие напитки на рыбалке, охоте. Или также можно просто в том из нее пить чай. Если вы, допустим, любите почитать книгу, к примеру. И когда увлекаетесь чтением, мы навели уже себе на горячий напиток. И бывает такое, что он успевает остыть. В этой кружке напиток быстро не остывает. Также в кружке имеется система, чтобы не обжигать губы, а горячий металл. Так или иначе. Края нагреваются. Поскольку они спавлены между собой. Внешние и внутренние кунтуры. Здесь предусмотрена такая вот система. Можно пить, повернув крышку. И не обжигаться. Так что всем рекомендую данную кружку. Смотрится изумительно. И функционал тоже очень хороший. Стоит достаточно разумных гуманных денег. Ну и на этом всё. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Весь товар, который был в анбоксинге, можно будет приобрести по ссылкам в описании под видео. Также интернет-магазин предоставил промо-код для новых покупателей. С помощью которого они получат скидку от 5 до 15% на 100 и более различных мировых брендов. Всем не хвастаньте шеи. Всем пока. Видео обзор был подготовлен по заказу интернет-магазина F-Magazin. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok